С 27 февраля по 4 марта в Республике Башкортостан на базе Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахидин Акмулы по поручению Министерства образования и совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России проводится межрегиональный военно-патриотический лагерь «Зимний десант». Лагерь принимает более 60 представителей вузов более 10 регионов нашей страны. В основном это руководители спортивных студенческих клубов. И съезжаются они в УФУ для того, чтобы, во-первых, обменяться передовым опытом военно-патриотической работы с молодежью в студенческой среде. А во-вторых, самим побывать, тем, кто еще не служил в вооруженных силах, в условиях, максимально приближенных к условиям службы. Для этого во второй день пребывания в лагере для них организована поездка в войсковую часть 63-494 «Алкина-2», где они будут проходить полосу препятствий с дымовыми шашками под шум стрельбы автоматов, бронетранспортеры и нечто подобное. Мы считаем, что такие условия максимально располагают участников лагеря к восприятию информации и формированию у них определенных эмоций и, конечно же, ценностей. Проходят у нас подобные лагеря во многих субъектах Российской Федерации – в Карелии, в Севастополе, во Владивостоке и так далее. И, конечно, направлены, в первую очередь, на выявление новых активистов, на создание студенческих спортивных клубов в высших учебных заведениях нашей страны. На этой неделе буквально исполнится год, как я познакомился с большой дружной семьей АССК, был уже на многих мероприятиях, в том числе и в летнем лагере спортивно-патриотическом в Севастополе. Но то был летний лагерь, а теперь мне предложили побывать здесь, в Уфе, на зимнем лагере, и я решил ощутить вот этот контраст из жаркого Крыма в такой холодный и сырой Башкортостан. Сегодняшний день вообще прошел просто замечательно. Мы снова с командой «Альфа», с красным отрядом прошли полосу препятствий, и ощущение просто невероятное. Когда вокруг тебя взрывы, выстрелы, ты бежишь, и бежишь не один, а в составе большой команды. Я впервые столкнулась с такими вот препятствиями. Мы проползали под танком, перелезали преграды, ограды. Потом нам провели очень интересную экскурсию в Алкино, и даже показали на тренированных собак. Я впервые видела такую дисциплину и такой порядок. Мне очень понравился сегодняшний день, все было просто восхитительно. СССР! У-у-у!